где этого возникла сама собой потому что когда ежедневные сирены которые вы сами понимаете насколько так угнетающе действует просто на всех нас люди в постоянном стрессе и видишь насколько тяжело окружающим местные наши художники вот просто вот такие стечения обстоятельств мы как бы решили немножко все немножко вместе поближе друг друга познать вместе сделать какой-то труд вот который принесет пользу окружающим хотели хоть как-то изменить эту ситуацию к лучшему чтобы люди видели и от этого психологически немножечко хотя бы успокаивали чтобы легче становилось таких при таком долгом военном положении при таком долгом постоянном чувстве страха и кроме этого всего я одну сам лично там по некоторым своим соседям наблюдаю насмотрится новостей то есть ну понимаете и после этого какой уже день уже не день уже понимаете хотелось немножко света яркости добавить на всех в принципе рисунка которые мы делали реакция однозначно только положительная этот это и есть тот результат которого мы принципе хотели изначально я всю жизнь рисую как бы он у меня нет художественного образования но я всю жизнь рисую уличное искусство это тоже искусство это тоже вид искусство которое надо уважать то есть и в одессе на тоже довольно таки развита и мы стараемся все это учитывать ни в коем случае не трогать другие рисунки которые были нанесены допустим другими художниками мы стараемся либо обновлять использовать то что уже разрушена грубо говоря там стена замазана иногда там просто какой-то черной краской там сюда затушевано кем-то и вот мы используем такие больше всего грязные места чтобы каждый применял свои способности свои умения может быть именно на благо города именно в этот момент наоборот не замыкаться ни в коем случае потому что это психологически больше будет больше будет давить ситуации а наоборот это стараться друг другу больше общаться по личного общения много больше стараться друг друга поддерживать психологически и делом естественно если такое возможно если кто-то умеет тело сказать много много слов благодарности на самом деле всем тем людям кто кому не безразлично судьба нашего города и кто уделяет внимание там каком-либо виде там не знаю либо благотворительным фондом виде денег либо кто-то там своими силами как волонтер там тоже помогает это просто прекрасно на самом деле за это огромное спасибо ну непосредственно конечно благотворительному фонду плечо-плещи у олегу то есть потому что мы вместе с ним соприкующим спасибо большое всем и подключайтесь подключайтесь да надо надо жить надо жить продолжать жить